Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Непалиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены из вне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна. Уважаемые дамы и господа, еще раз добрый день. В эфире непалиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники вы все, которые наберете номер телефона в студии 847-400-5200, будем общаться, обмениваться мнениями. Ну и обязан вам сообщить о том, что мы вещаем на волнах 14.30 а.м. 99.1. Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете RadioNVC.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и на нашем YouTube-канале RadioNVC. Итак, давайте примем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толя. Добрый. Меня, вы очевидно, смотрели в понедельник разговор. Я звонил, говорил с Иваном. Да. Я ему сообщил, сказал, попросил с собой, он мне рассказал, как, что происходит с выборами. Ведь, видите, я ему задал вопрос, переживу, проведущие выборы, как будут, когда род очень, очень взволнованный, не пойдет на выборы. Как будут выборы в ноябре. Он сказал, что не будь пессимистом таким, посмотрим. А Алексей как чувствовал, что я задаю такой вопрос. И он вчера ответил полностью бесподобно. Просто я был в восторге. Как будет и что будет. Если вы помните, нас ожидает очень интересные прогнозы. Правильно? Как вы считаете? Ну, я думаю, что да. Единственное, ну, я, опять же, я никогда никого не осуждаю, не обсуждаю. Я могу просто либо согласиться, либо не согласиться с мнением. Поэтому я позволю себе не согласиться с мнением Алексея в том смысле, что не всегда, особенно сегодняшний день, не всегда знание истории дает нам право на нее опираться в принятии решений о будущем. Почему? Потому что есть такое понятие, да, те, кто не знают своей истории, не имеют будущего. Но история это всего лишь то, что мы должны знать, помнить для того, чтобы не делать ошибки в будущем. Вот для чего нам нужно знание истории. Базируясь на исторических фактах принимать или создавать какое-то мнение на сегодняшний день, я с этим не согласен по одной простой причине. То, что из себя представляла, допустим, демократическая партия Америки в 50-е годы, в 60-е годы, во времена Трумэна, во времена Кеннеди, это абсолютно другая, сегодня это абсолютно другая демократическая партия с абсолютно другими принципами, с абсолютно другими взглядами и с идеологией. Поэтому, то же самое, в принципе, можно сказать и о республиканцах. Мы не можем сравнивать республиканцев времен, допустим, Рейгина с республиканцами времен Буша-младшего. Абсолютно две, как говорят в Одессе, большие разницы в отношении понятий, взглядов и идеологии. Хотя и те, и те республиканцы. Поэтому, то, что я согласен с Иваном, в том смысле, что да, не нужно быть пессимистом до выборов еще очень долго времени. В принципе, мы примерно представляем себе с точностью, наверное, до 98% тот факт, что против Трампа будет выставлен Джо Байден. Если с ним к тому времени ничего не случится, дай бог ему здоровить, опять же, не желая ему ничего плохого. Но, идя на выборы в ноябре, мы знаем наших кандидатов. То есть, у нас нет никакой неизвестности в этом отношении. И, если мы сможем все-таки как-то восстановить более-менее какую-то стабильность в отношении вируса, то я думаю, что люди все-таки пойдут на выборы. Пойдут. Ну, может быть, сделают какие-то небольшие поправки к правилам проведения выборов. Может, не будет такое скопление народа. Может, как-то будет сделано по временным отрезкам времени. Не знаю, как это будет сделано. Но мы прекрасно понимаем, что, конечно же, голосование по почте на руку. То есть, любое, давай скажем так, любой вид голосования, иной, чем наше традиционное голосование, где люди идут и опускают бюллетени, любой другой вид, это фактически на руку демократа. По одной простой причине. Мы можем назвать миллион разных случаев, где демократы подстраивали выборы таким или другим способом, и намного меньше примеров того, что республиканцы как-то вмешивались в ход выборов. Поэтому, исходя из этого, чисто из статистики, мы можем сказать, что да, это на руку демократам. Если мы это понимаем, я имею в виду нормальные люди, обыкновенные люди, если мы это понимаем, то мы должны также понять, что на выборы придется идти в ноябре, причем не сбавляя интенсивности, не сбавляя вот этой реальности переизбрать республиканцев, я имею в виду Трампа, и может быть даже как-то удержать Сенат, и может быть как-то выиграть палату, нижнюю палату в смысле. Поэтому я считаю, что до ноября месяца еще достаточно времени. Сегодня, ну вот я слышал разговоры о том, что, допустим, где-то к Memorial Day, то есть мы говорим о конце мая, вообще вещи должны в стране стабилизироваться. Может быть, это, как говорится, такая мечта на сегодняшний день, но тем не менее. Если мы сможем поправить положение к Memorial Day где-то к концу мая, начало июня, у нас еще останется фактически четыре с половиной месяца для того, чтобы провести выборы. И я думаю, что это все-таки произойдет. Потому что если республиканцы допустят тот факт выборы по почте, ну, значит, они сами себе подписывают приговор. И я думаю, что, опять же, если мы это понимаем, то и верхушка республиканской партии, и наши члены Конгресса республиканцы, они это все понимают. Поэтому, мое мнение, выборы будут. Мое мнение, будут выборы, как обычно, персонально. Люди придут, проголосуют и выскажут свое мнение. Поэтому, ну, вот так вот я это вижу. Теперь, о том, к тому, что, допустим, ну, вот, к тому, что была высказана идея о том, что человеку абсолютно все равно придут к власти республиканцы или демократы. Ну, опять же, я честно эту точку зрения не разделяю. Я ее не понимаю. Почему? Потому что, ну, допустим, давайте говорить так. Если мне сегодня, это не секрет, люди, которые меня знают, прекрасно это знают. На сегодняшний день мне 57 лет. Но у меня два молодых сына, у меня внуки, и я не хотел бы, чтобы эти, чтобы мои дети, мои внуки каким-то образом попали в страну социализма. Просто не хотел бы. Поэтому говорить о том, что мне все равно я не принадлежу ни к той партии, ни к этой, поэтому мне все равно кто куда придет, я честно эту точку зрения не понимаю, не поддерживаю. Поэтому, и опять же, единственное, почему я об этом говорю, чтобы вы меня поняли, уважаемые радиослушатели, именно то, на чем, как говорится, я стою, где я нахожусь, в каком месте. Вот где-то примерно так. Ну, и давайте, пока нет звонков, я бы очень хотел, я подготовил некоторую информацию для, ну, по крайней мере, для жителей нашей страны. Потому что я знаю, что нас, слава богу, слушают многие люди из других стран. И я не знаю, как вещи происходят в тех странах, но то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах, я немножко, как говорится, накопал информацией, причем накопал лично, разговаривая с представителями компаний ипотек, банков, финансовых организаций. И я, ну, провел небольшое такое расследование для себя лично, и вот, что я накопал. Во-первых, то, о чем я вчера говорил, я не знаю, меня, может быть, многие не слышали, но все владельцы малого бизнеса, причем в Америке считается малый бизнес до 500 работников. Так вот, все владельцы малых бизнесов сегодня действительно могут рассчитывать на так называемый COVID-19 Financial Relief Fund. Это фонд, который может финансово помочь владельцам малых бизнесов на тот момент или до тех пор, пока эти бизнесы вновь не откроются. Пожалуйста, возьмите ваши ручки, бумажки, те, которых это интересует, пожалуйста, запишите. Это действительно очень важно. Значит, веб-сайт называется www.s как Sam, b как Boy, a как Adam. С, b, a или, если раскрыть эти буквы, это звучит Small Business Administration, s, b, a, поэтому www.sba.gov. Выйдя на этот веб-сайт, вы увидите там кнопочку, которая идет под названием COVID-19 Financial Relief Fund. Нажимаете на эту кнопку, заполняете все то, что у вас спрашивают, предоставляете всю информацию, которую у вас спрашивают, и в конце вы получите сообщение о том, что ваша заявка принята, вот ваш номер, как говорится, confirmation number. В этот момент, пожалуйста, во-первых, распечатайте эту страницу, а для того, чтобы ее распечатать, это, в принципе, очень просто. Нажимаете кнопочку на клавиатуре, нажимаете кнопочку control и букву P for print, control P, и распечатайте вот именно эту страницу с confirmation number и так далее. Дальше, мой просто чисто личный совет, также сделайте фотографию этой странички себе на телефон. То есть, таким образом, если вы где-то потеряете бумажку, у вас вся эта информация будет показана на телефоне. Это то, что касается маленьких бизнесов. Значит, там вы можете рассчитывать на сумму в 10 тысяч. Опять же, это не подарок, но это очень и очень низкопроцентный лом. И это рассчитано для того, или дается вам для того, чтобы, во-первых, как-то на следующие пару месяцев заплатить вашу аренду помещения по бизнесу. И биллы, которые у вас там есть, то есть, utility bills, свет, газ, телефон. Ну, и если останется, если вам нужна какая-то сумма денег для того, чтобы все-таки на пару месяцев продлить зарплату ваших рабочих или работников, вам это предоставится. И, опять же, так как это лон, но он очень низкопроцентный, то есть, да, вы должны будете, скорее всего, его потом выплатить, когда откроется бизнес, когда вы наберете, как говорится, мощность. Но интересная вещь этого лона состоит в том, что если вы продолжаете оплачивать зарплату ваших работников на все вот, на все то время, когда мы закрыты и не можем работать, то, когда, наконец-то, все откроется, у вас будет возможность, доказав то, что вы не уволили своих работников, а продолжали им платить деньги, вам есть очень большая серьезная возможность, что вам этот лон простят. Поэтому это очень важно. Еще раз, те, которые сегодня являются владельцами малого бизнеса, пожалуйста, заполните эту форму и, знаете, как говорят, дай бог, чтобы это вам не нужно было, но, по крайней мере, эти деньги у вас кушать не просят, дырку вам в кармане не жгут, пусть они будут на всякий случай. Это то, что касается владельцев малого бизнеса. Теперь, следующая информация, которую я накопал, ходит интересно как-то, ну, наверное, это не просто так. Мы все время слышим с экранов телевизоров, из радиоприемников о том, что вот наше правительство, наши чиновники о нас заботятся, одни бедняги нас очень жалеют, мы такие сердобольные, поэтому все те люди, которые сегодня не в состоянии оплатить свою ипотеку, я имею в виду личную ипотеку, эти люди могут связаться со своими финансовыми организациями, mortgage companies, и попросить их отложить, вот, срок уплаты ипотеки на до трех месяцев. Это действительно сегодня существует и такое понятие, и слухи такие ходят, и люди между собой дают друг другу информацию, которую, в принципе, ну, вряд ли я сомневаюсь, что кто-то ее действительно лично проверял. Я ее проверил, мне просто было интересно, как же это работает. Я связался с тремя финансовыми организациями. Одна организация – это Bank of America, вторая организация – это, так называемая, ну, такая моргичная компания, которая обслуживает моргичи, называется она Nation Star Mortgage, и я связался с одним из очень толковых, понятных и порядочных моргич брокеров. И информацию, которую я накопал, не очень благоприятна, скажу вам честно. Поэтому я вам сейчас расскажу об этой информации, и потом я вам посоветую сделать такую вещь. Для того, чтобы не слушать меня, для того, чтобы не слушать своих соседей, братьев, сватьев и так далее, мой вам совет. Сегодня у нас всего-навсего 2 апреля. Позвоните в вашу моргичную компанию или ваш банк, и узнайте, какие у вас есть, какой у вас есть выбор того, что можно сделать, ну, вот, как можно отложить выплату вашего моргич пеймента, так? Это, я действительно, я очень настоятельно вас прошу это сделать, потому что вы будете очень серьезно и очень неприятно удивлены. По сравнению с тем, что вы слышите от своих друзей, и то, что льется из телевизоров и радиоприемников, вас, ну, вот, правда, я думаю, окатит, как из холодного душа. Значит, что на сегодняшний день предлагают такие организации, как Bank of America, Chase Bank и вот Nation Star Mortgage. Значит, допустим, возьмем за данное то, что у вас моргич пеймент должен быть сделан 1-го числа каждого месяца. Теперь, к этому 1-му числу у вас также есть так называемый период люфт 15 дней. То есть, для того, чтобы не, вы можете выплатить не обязательно 1-го числа, но вы обязаны выплатить до 16-го числа каждого месяца, для того, чтобы избежать так называемые late fee charges, или, ну, вот так они называются, late fees. Теперь, если вы не выплачиваете до 15-го числа, и вам добавляют эти late fees, следующий шаг, это вам предлагают сделать оплату до конца текущего месяца. То есть, если у вас моргич подходит к оплате 1-го апреля, и вы его не сделали до 15-го апреля, значит, если вы сделаете оплату этого моргича до конца апреля, эта информация не поступит в так называемые кредит бюро, и это не повлияет на вашу кредитную историю. Мало этого, банк согласен отказаться от тех late fee charges до тех пор, пока вы уплатили все в течение вот этого месяца. Теперь следующий ваш выбор или ваша ситуация, если вы не можете оплатить payment до конца апреля, а также у вас не поменялась ситуация в мае, и точно так же не поменялась ситуация в июне, вам нужно в таком случае сообщить вашу финансовую организацию о том, что вы не сможете сделать payment сроком на 3 месяца. Чем это чревато? Во-первых, после первых 30 дней тут же идет сообщение в кредитное бюро, и это тут же влияет на ваш кредитный счет. Это самая большая проблема. Следующая проблема состоит в том, что банк подождет до 1 июля, чтобы вы уплатили деньги, но проблема будет состоять в том, что вам придется 1 июля выплатить всю сумму в размере трехмесячной оплаты. То есть, например, если у вас моргидж стоит 2 тысячи долларов, то за 3 месяца вам предложат оплатить сразу всю сумму в 6 тысяч до 1 июля. Если вас такая ситуация устраивает, значит, вы подписываете с банком договор, потом в июле вы выплачиваете эти 6 тысяч, но, тем не менее, ваша кредитная история идет коту под хвост, потому что вы не сможете сказать и объяснить кредитным вот этим бюро, что, ну, вы же понимаете, у меня не было работы, поэтому я не платил. Ну, хорошо, не платили, не платили, значит, получите низкий кредитный скорб. Вот. Это еще одна ситуация. И третья, последняя ситуация будет состоять в том, что если вы по истечении трех месяцев не сможете выплатить вот эту сумму в размере 6, допустим, тысяч или трехмесячной оплаты, вам банк предложит так называемый loan restructurization, то есть, что они делают, это фактически приравнивается к тому, что вы, как говорится, полностью рушите свою кредитную историю, то есть до плинтуса, это раз, во-вторых, вам будет, вот те три, долг за три месяца, вам будет добавлен к концу срока вашего mortgage и уже совсем под другой процент. Под процент кредитных карточек, то есть где-то в районе между 12-13 и 18-19 процентами. То есть не уплатив свой долг в течение трех месяцев, вы прощаетесь со своей кредитной историей, вы продлеваете выплату своего mortgage еще на три месяца и уже совсем под другой процент. Поэтому, дорогие друзья, это очень-очень важно. Причем я разговаривал вот со всеми этими финансовыми компаниями, кстати, с mortgage-брокером тоже, и мне все сказали одно и то же. Я говорю, ребят, подождите, нам же говорят, что вот вы должны как-то отложить, вы должны... Ответ был такой. То, что сегодня говорят из средств массовой информации, абсолютно не имеет никакого влияния на то, что происходит в банках. Все то, что сегодня делают банки, они это делают, как говорится, по своей собственной воле. У них нет никаких директив от правительства, у них нет никаких директив от Министерства финансов, у них нет никаких директив поступать пока что другим образом. Вот когда какие-то директивы появятся у них, тогда им придется выдерживать те директивы, которые им вменили. Но пока что этих директив у них нет. И все, что они делают, каждый банк решает эти вопросы по-своему. Но вот из того, что я узнал в четырех разных источниках, они в принципе все идут по одному и тому же пути. Поэтому еще раз прошу вас, очень, очень прошу, не слушайте соседей, сватьев, братьев, мам, пап, дедушек, бабушек, друзей, подружек, никого не слушайте. Если вы видите, что у вас складывается определенная ситуация, пожалуйста, дозвонитесь в вашу финансовую организацию и четко от их, как говорится, источника узнайте, какой у вас есть выбор. И уже тогда принимайте решение и делайте то, что вы считаете нужным. Все. На этом я вот такую часть информации заканчиваю. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, ну а потом вернемся и уже обсудим вообще наши дела насущие. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий, спасибо вам за то, что вы освещаете пульс, выходы из тупика, куда завел нас коронавирус. Вы помните вот компания ЮКОС, вот руководство ЮКОС подало в суд на российское пусинское управление и в конце концов через примерно 20 лет они добились успеха. и сегодня наши адвокаты вроде бы тоже подали в суд на руководство китайского китайского Китая. Как вы думаете, какое количество времени займет это рассмотрение отводило и вообще будет ли это рассматриваться? Вы знаете, спасибо большое. Я, опять же, я высказываю чисто свое мнение. Я считаю, что, во-первых, это будет длиться очень долго. Потому что, ну, опять же, сегодня вот Ильяна Рогройсман сказал абсолютно правильную вещь. Сначала мы должны разобраться с тем, что у нас происходит с коронавирусом и, в принципе, выровнять положение у нас в стране. Это первое. Дальше. Подать иск на Китай. Я это рассматриваю примерно так. В лучшем случае, если переизберут Трампа и мы как-то удержим Сенат, как-то, и каким-то образом еще и получим палату, то я не думаю, что мы будем подавать в суд на Китай, но я думаю, что Трамп договорится с китайским правительством о какой-то, то есть, будет какая-то экономическая договоренность и как-то, ну, мы сможем что-то из этого поиметь, скажем так. Это так, как я вижу в случае, если переизберут Трампа. Ну, а если по какому-то ужасному стечению обстоятельств выиграют демократы, то все это вообще заглохнет, вы сами прекрасно понимаете, что никакой никаких прений у демократов с Китаем не будет, дай бог, чтобы мы не потеряли все то, что мы приобрели благодаря Трампу и его администрации в отношении Китая, дай бог, чтобы мы это хотя бы просто удержали, иначе мы сдадим все свои позиции и все вернем, как говорится, на круги своя, и опять же Китай будет рулить и в мире, и в принципе в Америке на следующие, если мы проиграем эти выборы, то на следующие четыре, а в худшем случае на восемь лет, опять же мы вернемся во времена Клинтона и Обамы, если не хуже, то есть это так, как я вижу ситуацию именно между Америкой и Китаем, поэтому ну где-то вот примерно так, теперь я совсем упустил из вида еще одну очень важную информацию, которую я хотел до вас донести, эта информация связана с анемплойментом, значит, ну мы прекрасно знаем, что на прошлой неделе нас абсолютно повергли в ужасное настроение тем, что рассказали нам, что анемплоймент на прошлой неделе составлял 3,2 или 2,2 миллиона новых оформлений анемплоймента, ну на этой неделе нас еще хуже в кавычках обрадовали тем, что фактически эти цифры удвоились, то есть на сегодняшний день 6 миллионов 648 тысяч заявок на анемплоймент, то есть 6,6 миллиона, и сегодня уже выступала министр труда, ну вы знаете, что в Америке есть такое понятие ID, ну не ID, DES, вот Department of Employment Security, то есть это тот департамент, который именно заведует всем тем, что связано с устройством на работу, с принятием, с увольнениями и так далее, так вот, представитель департамента труда уже сегодня так абсолютно прозрачно намекнула на то, что в связи с таким сумасшедшим количеством заявок новых на получение анемплоймент, они там просто все в шоке, они все потеряны, и она, если честно, то не может сказать четко, сколько у них займет времени, вот с момента вашей подачи заявки на анемплоймент, какое у них займет время для того, чтобы эту заявку просмотреть, обсудить и как-то на нее отреагировать, поэтому, зная это, дорогие друзья, если у вас есть хоть какая-то мельчайшая мыслишка о том, что может быть действительно, пока там суть до дела, постоянно откладывают, откладывают, переносят вот эти даты, может быть действительно подать на анемплоймент и хоть какие-то деньги поиметь с того, что вы не работаете, мой вам совет, делайте это вот прямо сию секунду, сию вот секунду, причем я вам не советую звонить туда по телефону, я вам не советую ехать туда в ваши локальные офисы, почему, потому что вы себе можете представить 6,6 миллионов людей, которые подают, и это только то, что те уже, которые подали, а вы представляете себе сколько таких, которые услышав все это, сейчас ринутся подавать заявки, так вот, вы можете абсолютно спокойно подать заявку по компьютеру, еще раз, у вас есть два пути туда попасть, на эту страничку, первый путь, это если вы наберете в Google, наберете filing for unemployment in и тот штат, в котором вы живете, например, для нас это filing for unemployment in Illinois, и вас выведут на страницу, где вы это сможете сделать, либо, если вы достаточно подготовленный человек, значит, вы можете выйти на адрес идет www.ides.gov Illinois Department of Employment Security .gov IDES выйдя на их страничку, вы увидите там кнопочку File for Unemployment нажимаете на эту кнопочку, ну и проходите через весь процесс, причем мой вам совет, отвечайте абсолютно точно, досконально и правдиво на все вопросы, и в конце вам сразу скажут, на какую сумму вы можете рассчитывать, и ваша вот эта application попадет в процесс. Теперь, сколько займет времени, чтобы для них это все как говорится переживать, я вам сказать честно не могу, думаю, что это будет ну как минимум две-три недели, как минимум, но тем не менее хотя бы подайте эту заявку, дай бог, что мы к тому времени вновь вернулись в свои бизнесы, на свои рабочие места, и вам это не понадобилось, но на всякий случай, пусть это будет, как говорится, уже, по крайней мере, вы это уже сделали, как говорится, вы вычеркните это из вашего списка, вот, так что, опять же, очень важная информация, пожалуйста, если вы рассчитываете на unemployment, не думайте, не пытайтесь выяснить саму себя, а может быть, я не могу получать, а может быть, я могу получать, не пытайтесь спрашивать, опять же, у ваших родственников, у ваших работодателей, скажу вам честно, вряд ли, если человек не заполнял на unemployment, вряд ли этот человек знает все законы департамента труда, поэтому самое лучшее это связаться с самим источником, давайте примем звонок, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, вы говорили, вы дали первый адрес, вы дали второй адрес, а второй адрес, это только касается или или это других штатах начало такое же дальше продолжение начало наверное такое же но если это я пытался сказать сделать продолжение оно не подсказывает ничего в таком случае самый лучший способ это google applying for unemployment я понял я понял это понятно просто пробиться никуда невозможно я поэтому спросил да пробиться сегодня очень сложно поэтому каждый день никуда невозможно ну к счастью вот мой сын младший которого тоже сократили мы как-то вовремя подсветились еще на прошлой неделе в понедельник и нам удалось буквально с первого раза ближе к полуночу наверно понятно да так что старайтесь пытайтесь вам флаг в руки спасибо спасибо вот ну вот пожалуйста так что да это будет нелегкое задание и но опять же как говорится сами знаете глаза такие а вот руки возьмут и сделают поэтому не пугайтесь не пугайтесь трудностей и занимайтесь делом и все будет порядок тем более если вы сегодня не работаете что вам еще делать у вас есть три варианта вы можете либо смотреть телевизор и вводить себя в депрессию этим способом вы можете слушать наше радио и ну я знаю хоть какую-то долю оптимизма мы я думаю все-таки вам даем ну и третий вариант это пойти на рыбалку наверное я не знаю вот честно наверное на свежем воздухе или хотя бы на прогулку кстати кстати только что в перерыве я получил одно очень важное сообщение это для тех которые живут у нас здесь в округе то есть Бафлогров Арлинтон Хайтс Пелотайн ну и вот Маунт Проспект Проспект Хайтс и так далее все вы наверное слышали про такой лейк Арлинтон это огромный лейк окружностью 2,7 мили или 2,7 мили любимое место прогулок наших русскоговорящих друзей соотечественников так вот к сожалению этот лейк закрыт поэтому дорогие друзья если вы думали пойти прогуляться вокруг лейка подышать воздухом посмотреть на красоту к сожалению вам это не удастся поэтому даже не пытайтесь вот такое вот сообщение итак значит мы в принципе ну то что я хотел до вас донести сегодня я это все к счастью успел сделать если есть какие-то вопросы у нас есть буквально еще минут 5 ответить на ваши вопросы поэтому пожалуйста звоните хочу вам сказать такую вещь ничего нового в отношении того что происходит с коронавирусом я вам сказать не могу очень многие мне просто очень жаль что на ну вот фейсбук вы знаете это с одной стороны это мана небесная почему потому что ну мы много из нее из этого фейсбука узнаем мы знаем когда у друзей дни рождения мы помним о них мы их там поздравляем мы смотрим фотографии и так далее но с другой стороны вот дали возможность людям проявить себя наверное с самой нехорошей стороны и мы это видим ощущаем читаем даже от людей которых мы вроде бы хорошо знали и такого не ожидали поэтому еще раз мой вам совет поменьше поменьше как говорится обращайте внимание на вот те все пессимистические посты над все те посты где умники задним числом все знают все видят все лучше всех понимают ну знаете как те кто знают те делают те кто не знают те учат поэтому ну вот такая вот дело дело такое поэтому я вас очень прошу как ты действительно держитесь держитесь позитивной стороны дело давайте прием звонок добрый день был эфир здравствуйте здравствуйте я хочу сказать что если кто-то ищет хен санитайзер я только что была в фрешмарт это маленькая бутылочка хен санитайзер где-то ну меньше 200 миллиграмм стоит знаете сколько 7 долларов ну да ну да это знаете мне напоминает так бандиты жизнь или кошелек это рэкет это абсолютный рэкет и причем к нему и самое интересное то что опять же мы слышим по телевизору по радио мы будем бороться с теми которые нелегально повышают цены где эта борьба с кем они борются они сами наше правительство говорит что те маски за которые они когда-то платили 80 центов сегодня им стоят 4 доллара так кто с чем борется вот это я не понимаю да действительно и потом я вам хочу сказать вот ваш разговор с этим орлом да и он говорит что ничего не бойтесь что наша страна значит стоит стабильно кто бы не был у руля ну вы знаете это абсурд я его конечно очень уважаю и интересно он рассказывает но вот эта вот психология это абсурд он как-то оглядывается на историю но посмотрите на советский союз тоже говорили что это вот такая вот твердыня он рухнул моментально и потом если бы не трамп выиграл а выиграла была хиллари нам всем каюк это понимаете после обамы хиллари это все равно это все равно что при самом разрушительном землетрясении когда сначала идут вертикальные толчки да все разрушено кое-что где-то какие-то там развалины сохранились а потом идут горизонтальные и все сметают вот это вот хиллари после обамы да к сожалению вы правы так что мы не можем быть уверены и потом вот что я еще хочу сказать вы посмотрите на наш конгресс вот эти вот четыре бабы особенно две такие и есть такое понятие что качество общества нельзя судить по тем предметам по тем что происходит кто-то там сделал какие-то преступления там еще что-то а судить надо потому как общество реагирует на это они же не осуждали они поддерживали значит если конгресс видит что это преступник вор и они ему не скрутили руки и не сказали слушай ты сиди и оставь свои разговоры значит они все такие же да знаете почему потому что в какой-то отрезок времени они окажутся точно в такой же ситуации да причем может быть у каждого есть какие-то причины они боятся что их там больше не изберут или там кто-то им пригрызит пальцем и сказать ты смотри но понимаете у каждого есть свои причины но они просто непорядочные люди абсолютно прежде всего абсолютно спасибо они там демократы республиканцы они должны быть прежде всего порядочными людьми и если они поддерживают вот этих вот негодяек то они все-таки одинаковые я боюсь что человек попав в политику не может оставаться порядок даже те которые были порядочными они не могут оставаться порядочными это просто как говорится это их работа я не настолько пессимистка я думаю что все-таки есть вот смотрите Дершавиц он демократ и все и он все-таки может быть в какой-то степени порядочный вы понимаете Дершавиц он демократ старой закалки вот чем делает поэтому да он видел времена когда демократы были демократами а вот те которые приходят в конгресс сегодня это люди которые имеют абсолютно другую другое видение спасибо вам большое я прошу прощения я не хочу вас прервать но тем не менее мне придется и так дорогие друзья всем всего хорошего не теряйте надежды и оставайтесь в добром здравии демократами